Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Sklades, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на Sony Tablet Z. Приступим. Для начала необходимо снять заднюю крышку. Она приклеена, вы это можете сделать металлической лопаткой. Она приклеена довольно-таки сильно. Рекомендуется предварительно слегка ее нагреть. Только не повредите заднюю крышку. Это будет однотипная работа, так что видео мы ускорим. Открывайте заднюю крышку по контуру, аккуратно, не торопитесь. Если у вас возникли какие-либо вопросы по ремонту, либо разбору любого аппарата, Sony, Samsung, абсолютно любого, можете пересчитать нам в группу ВКонтакте. На все вопросы вам ответим абсолютно бесплатно. Не переживайте, задавайте любой вопрос. Открывайте аккуратно крышку, не лопните ее, сильно не отгибайте. Но она довольно-таки крепкая, а лопнуть ее тоже затруднительно. Как правило, на Sony Tablet, когда бьется стекло, либо дисплей, у вас также перестает работать сенсор. То есть в 90% случаев, если у вас там не работает сенсор, то просто после его замены у вас будет опять все работать. Так как у вас просто разбилось самой плюс-сенсорное стекло, из этого у вас и не работает. Так, все, сняли заднюю крышку. Теперь нам необходимо отсоединить шлифа. Отсоединяем аккуратно и повреждаем печатную плату. Очень часто бывает, что именно при отсоединении шлифов люди повреждают саму печатную плату. Просто делайте это аккуратно, и все будет хорошо. Так, отсоединили. Переворачиваем. Планшет. Теперь нам необходимо нагреть сам дисплейный модуль. Мы уже аппарат сам нагрели на специальном аппарате. Вот мы вам показываем, как по контуру нужно вот так греть. Если вы плохо нагреете, стекло будет сложно отходить, то есть его очень тяжело будет снять. И не перегреете его, самое главное. По контуру не задерживаем на одном месте фен. Если вы задержите, вы можете повредить корпус, там поплавить. То есть аккуратно нужно. Ну, также мы не рекомендуем феном греть. Есть специальные аппараты, но они для самостоятельного ремонта очень дорогие. Так что самый экономный вариант это как раз вот такой вот фен. Просто будьте внимательны, и все будет нормально. Теперь нам необходимо отклеить дисплейный модуль от корпуса. Это вы можете сделать металлической лопаткой. Отклеиваем. Я перемотаю чуть-чуть видео вперед, так как это будет работа однотипная. Аккуратно. Отклеим его. Сразу говорю, у нас на видео он отходит, модуль довольно-таки легко. У вас он будет отходить посложней, потому что вы будете греть феном, он греет неравномерно. А у нас на специальном аппарате он нагревается равномерно и отходит намного легче. И все. Все. Отклеили. Теперь вынимаем сам дисплейный модуль из корпуса. Делаем это аккуратно. Вынимаем его. Все, дисплейный модуль. Старый убираем в сторону. Теперь, наверное, перейдем к самой нудной работе. И я должен сказать, к самой тяжелой. Это будет довольно-таки долго делать. Нам необходимо от корпуса удалить весь двусторонний скотч, клей. Все зачистить как можно лучше. Чем лучше вы зачистите, тем будет лучше держаться новый дисплейный модуль. А вообще нужно зачистить идеально. Эту процедуру я все перемотаю. Сразу говорю, вам нужно удалить все стекла битые, весь скотч. То есть это вы можете делать аккуратненько, канцелярским ножом. Потихонечку, вот как мы тут показываем на видео, удалять. После чего вам необходимо поверхность обезжирить. Это сделайте обязательно. Все, я перематываю вперед. Все, мы зачистили поверхность и обезжирили ее. Теперь необходимо установить двусторонний скотч. То есть на нем будет держаться сам дисплейный модуль. Мы, конечно, рекомендуем использовать специальный клей-гель, который рекомендует сам производитель Sony. Его мы используем в сервис-центре. Но для самостоятельного ремонта его использовать невозможно, так как он устанавливается по специальной технологии и нужен специальный аппарат. Также мы вам категорически не рекомендуем использовать никакие там клея, типа клей-момент или еще какой-то клей. Потому что если вы установите дисплейный модуль, к примеру, на клей-момент, то у вас будет ваш аппарат одноразовый. К нам приходят аппараты, бывает часто после самостоятельного ремонта, то есть клиент сам установил там дисплейный модуль на клей-момент. Снять дисплейный модуль практически невозможно. То есть придется менять еще и корпус. То есть на самом деле двусторонний скотч он крепко держит, если вы обезжирите хорошо поверхность. То есть вот мы вам показываем, как устанавливается двусторонний скотч. Я чуть-чуть перемотаю вперед. Так, устанавливаем. Лишние куски обрезаем. Аккуратненько делаем его. Также необходимо сделать вырезы, как мы вам показываем тут на видео. Это обязательно сделайте. Так же и с нижней стороны делаем тоже вырезы. Делайте это аккуратно, не повреждая деталей. Не забывайте там, где вы сделали вырез, удалить еще сам двусторонний скотч. Теперь необходимо удалить защитную бумагу с самого скотча. Удаляем. Удалили. Все. Мы подготовили сам корпус к установке дисплейного модуля. Устанавливаем дисплейный модуль. У вас, грубо говоря, одна попытка для установки дисплейного модуля. Потому что, если вы приклеили, будет довольно-таки сложновато его повторно отклеить. Но можно, конечно. Но старайтесь его установить с первого раза, чтобы он попал ровно, четко в центр. Все. Установили дисплейный модуль. Теперь подсоединяем его к печатной плате. Подсоединили. Теперь необходимо подсоединить оставшиеся шлифа. Подсоединяем аккуратно. не повреждая шлиф. Подсоединяем еще один шлиф. Теперь нам необходимо установить заднюю крышку. Для этого необходимо ее также приклеить на двусторонний скотч, как мы клеили сам дисплейный модуль. Эту процедуру я перемотаю чуть-чуть вперед, чтобы не занимало это много времени. То есть так же приклеиваем аккуратно. Только не приклеивайте заднюю крышку на клей-момент, к примеру, потому что потом ее будет затруднительно снять. приклеили. Теперь удаляем защитную бумагу со скотча. Аккуратно делаем. У камеры также подправляем скотч. Теперь необходимо установить заднюю крышку на Sony Tablet Z. То есть приклеиваем ее. Все. Мы вам показали, как заменить экран на Sony Tablet Z. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok